Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Крачао-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Уникальная площадка для обмена опыта между предпринимателями и начинающими бизнесменами. В Тиберде прошел Международный молодежный бизнес-форум. Крачао-Черкесия простилась видным общественным деятелям, легендарным труженикам, заслуженным работникам сельского хозяйства республики Кеншау Мурзабековича Марашукова. Дети высоко оценили спектакль Абазинского драматического театра «Все мыши любят сыр» под наименной пьесе венгерского драматурга Дюлы Урбана. В школах Карачао-Черкесии запускают регбийную лигу. Эта увлекательная игра становится популярной в республике. Подвижные игры повышают интерес у детей к здоровому образу жизни. Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили свой профессиональный праздник. Уважаемых ветеранов, передовиков отрасли, работников агропромышленного комплекса поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Сегодня в Карачао-Черкесии динамично развивается животноводство, растеневодство, активно возрождается садоводство. Благодарим всех тружеников, комбайнеров, животноводов, садоводов и каждого жителя, кто трудится на своей земле, чьи трудолюбивые руки кормят нас лучшими продуктами, выращенными в нашей солнечной Карачао-Черкесии. Поделиться опытом введения бизнеса, а также реализовать свой проект. В Тиберде прошел Международный молодежный бизнес-форум, который собрал бизнес-экспертов и молодых предпринимателей из разных регионов страны. Также участвовали активные представители студенчества республики. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Международный молодежный бизнес-форум стал уникальной площадкой для обмена опыта между предпринимателями и начинающими бизнесменами. Форум был организован республиканским центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития республики. В течение нескольких дней спикеры, представители различных бизнес-сообществ в открытом диалоге с молодежью Карачао-Черкесии делились своими знаниями введения бизнеса, а также разбирали ошибки при введении своего дела. Директор республиканского центра «Мой бизнес» Артур Езаев отметил, что сегодня у нашей молодежи есть прекрасная возможность реализовать свои проекты благодаря тесному общению с такими экспертами. Мы специально предусмотрели такой формат, когда часть участников данного форума являются студентами нашего региона, и часть участников уже являются действующими предпринимателями. И в ходе деловой программы мы предусмотрели площадки таким образом, чтобы была возможность такой коллаборации между студентами и действующими предпринимателями в целях получения какого-то опыта, навыков. В течение нескольких дней спикеры, известные предприниматели, рассказывали молодым людям, как правильно заниматься введением своего бизнеса. Для нас это возможность не только дать те необходимые инструменты для создания своего дела, а получить тот новый взгляд от молодых людей, который, возможно, даст толчок развитию молодежного предпринимательства, отмечают спикеры. Сегодня многое меняется, мы уходим в мир цифры, поэтому нужны новые взгляды на предпринимательскую деятельность. Если вчера мы говорили о том, что предпринимательство – это возможность привести к физическому активу добавочную стоимость, то сегодня это управление коммуникациями с целью создания ценности, без ложной жертвенности и используя некие бизнес-модели. Это хорошая площадка для взаимодействия в сфере бизнеса и развития дружеских отношений, отметили представители делегаций из Абхазии. Здесь есть возможность найти себе новых друзей и партнеров, а также подобрать действенные схемы, чтобы сформировать эффективный творческий коллектив. Мы пригласили наших предпринимателей, ассоциацию молодых предпринимателей Абхазии. Сегодня здесь находятся наши производители и бизнесмены, занимающиеся торговлей. Полезные знания и самое главное мы открыли для себя успешных представителей бизнес-сообщества, отмечают студенты. В ходе проводимых встреч со спикерами ребята получили ответы на интересующие их вопросы. В форуме нам спикеры объяснили азы ведения в бизнесе, как распределять свои финансы, откуда вообще черпать идеи, что является основой и очень много чего интересного. Также мы познакомились со множеством количества спикеров, которые приехали с разных городов, также представители Абхазии, точнее делегация Абхазии, также очень много индивидуальных предпринимателей, которые с нами поделились своими лайфхаками. Мы очень рады, что студентам дали такую уникальную возможность хотя бы немножко визуализировать и понять, как бизнес выглядит изнутри. По завершению форума молодые предприниматели поделились своими впечатлениями о работе в группах и приобретенных новых зданиях. Аля Ханепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Тибирда. Сегодня проводили последний путь видного общественного деятеля, заслуженного работника сельского хозяйства Карачаева-Черкесии, Коншау Мурзабековича Рашукова. За годы трудовой деятельности он был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, Знак почета, за трудовую доблесть, медалью Маршал Жуков и многими другими. Репортаж Зарима Кардановой. Коншау Мурзабекович – легендарный директор совхоза Хабельский «Слава», о котором в свое время гремело не только на Северном Кавказе, но и по всей большой стране. Именно его выдающиеся организаторские способности были основой высоких показателей тружеников села с начала пяти аулов – Жако, Алибердуковский, Хабельский, Инжичикун и Эльбурган. А затем, когда Эльбурган и Инжичикун стали отдельным совхозом Эльбурганский, Коншау Мурзабекович продолжил возглавлять совхоз Хабельский. Это были 37 лет высокоорганизованного труда, начиная с простых рабочих хозяйств, а заканчивая самим неугомонным руководителем. Сегодня это все стало героической историей в народном хозяйстве республики. Об этом говорили многие официальные лица на праворном митинге памяти великого труженика. Для нашей республики и для всех народов, которые он так горячо любил, это невосполнимая утрата. Сегодня позвольте от имени главы Карачаево-Черкесской республики и от правительства региона выразить искренние слова соболезнования родным и близким Коншау Мурзабековичу. Коншау Мурзабекович – один из тех людей, который созидал и заложил основы развития республики и района в целом. Его профессионализм, его качество, умение управлять, его человеческие качества всегда останутся в памяти и в сердцах людей. Для жителей Хабиза, где родился Коншау Рашуков в 1928 году, он стал поистине родным человеком. Такое духовное расто ощущали и в наших братских республиках, куда он с удовольствием ездил к своим друзьям до последнего, несмотря на преклонный возраст. Вот и сегодня на прощание с великим другом и братом приехали друзья и родственники из Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Был мостиком между братскими республиками Адыгеи, Кабардино-Балкарии и нашей республики. Народная дипломатика, которую он развивал, нам надо сохранить. Специалистам по истории и политике в нашей республике еще предстоит оценить выдающийся вклад в развитие народного хозяйства и в регионе этого замечательного человека, прекрасного руководителя, легендарного труженика и патриота нашей большой страны, память о котором навсегда останется в сердцах людей. Зарема Карданова, Марина Кушкова, Ислам Руа, Вести Карачаево-Черкесии, АУХАБЕС. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 26 083 человека. Из них 22 985 выздоровели, 847 человек госпитализированы. Похоже, в республике воцарилось бабье лето. Давайте узнаем, продолжится ли оно и завтра. Слово нашим синоптикам. Синоптики. 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 По сообщению синоптиков, в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Летер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3,8, в горах минус 2, плюс 3, а днем 17, 22, и местами до плюс 16. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6,8, а днем 18, 20 градусов тепла. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске с 14 по 17 октября в Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок! Яркие образы в новой коллекции шуб и пальто. Рассрочка на весь ассортимент. Всегда низкие цены. Ветские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В Республиканской филармонии состоялся спектакль Абазинского драматического театра «Все мыши любят сыр» для детей сотрудников органов прокуратуры, посвященный 300-летию ведомства. Альбина Курачинова-Кенжева побывала на мероприятии. Первый заместитель прокурора Республики Санал Бахников поздравил с грядущим юбилеем работников прокуратуры, а за сотрудничество и великолепную постановку вручил грамоту актерам Абазинского театра. Спектакль «Все мыши любят сыр» по одноименной пьесе венгерского драматурга Дюлы Урбана режиссера Эльдара Агачева повествует о двух мышиных семьях, которые противостоят друг другу. Хоть они и относятся к одному семейству, но у них масса отличий и цвет, и интересы, и условия жизни. Мамы мышат негативно относятся к дружбе своих отпрысков. Вся история начинается, когда семья белых мышей решает поселиться на той же сыроварне, где уже сытно и спокойно живет семья серых мышек. А уж когда началась дружба сыночка с дочкой этих наглых незваных гостей, начинается самое интересное. Романтичная история Ромео и Джульетти в «Мышином царстве» заканчивается хэппи-эндом. Постановка обращает внимание на то, что нужно быть толерантным, уважать выбор своих детей, несмотря на цвет кожи или социальное положение. Актеры театра показали достойную яркую игру и перенесли присутствующих на ароматную сыроварню. Актер Зураб Капсергенов в роли Альпина пустил в ход театральный прием, а актриса Диана Каблахова говорит, что в роль Виолетты было легко перевоплотиться. Есть определенные спектакли, когда есть так называемая четвертая стена. В этом спектакле именно я использовал вот этот прием и старался в зал не смотреть. Не хотелось бы отвлекаться на то, как на это реагируют дети. Я как-то быстро вжилась в эту роль, потому что Виолетта, она близка мне, и как-то легко играется. Режиссер четко попадает в наш образ. По окончании спектакля от работников прокуратуры детям раздали сладкие подарки. Ребята получили невероятные эмоции от просмотра пьесы. Мне понравилось, как они танцевали, если вот так мяу говорил кот. А мне понравилось, когда кот так мяукал, очень грустно мяукал. Поняли, что ссориться нельзя. Ну да. Сейчас актеры работают над новой постановкой и скоро планируются гастроли по республике. Альбина Курачинова-Кенжева, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Запуск школьной регбийной лиги в республике. Для обсуждения этой темы пригласили учителя физической культуры Черкесска. О том, почему созрела необходимость школьникам играть в тег-регби, и о правилах самой игры, расскажет Альбина Ламкова. На современном этапе наиболее актуальной задачей становится разработка новых эффективных подходов по физическому воспитанию обучающихся, которые позволили бы повысить интерес к систематическим занятиям спорта и формированию здорового образа жизни, отметила на совещании главный специалист управления образования мэрия Черкесска Хаджата Гирбова. В этой связи важным направлением в области физического воспитания подрастающего поколения является внедрение спортивно ориентированных форм обучения, продвижения в образовательный процесс различных видов спорта, в частности, регби. Правление образования считает, что это нововведение очень необходимо для наших детей, и оно предполагает, что наши дети еще большим рвением будут заниматься физкультурой, в частности, регби. Решение о создании школьной регбийной лиги в нашей республике было не случайным. Специалисты спортивной федерации регби посещали школы республики и проводили занятия, затем и соревнования. В итоге игра детям понравилась и были проведены запросы на проведение повторных уроков и просьба помочь в приобретении инвентаря. Тут стало понятно, что наш спорт становится по-настоящему популярным. Об этом сказал вице-президент Карачаева-Черкесской региональной общественной организации спортивной федерации регби Дмитрий Ульянов. Говоря о модели развития детского регби в республике, Дмитрий Ульянов обозначил последовательность действий. В первый год создается регбиная школьная лига, где формируется главный ресурс, который состоит из игроков, тренеров, судей и организаторов. Результат практических занятий будет продемонстрирован на внутрешкольных, районных, окружных и городских соревнованиях. Семинар приурочен к открытой школьной регбиной лиги Черкесского завода РТИ. Мы озвучили наши мнения, что мы хотим, наши планы. Максимально ухватить школы по городу и по районам. Недавно проводили обучающий семинар в Ададихабльском районе. С определенного возраста дети будут участвовать в спортивных состязаниях. Затем все прошли в спортзал, где провели практический семинар. Рассказали и показали правила игры, облегченной версией Тегрыгби. В ней ребенок может безопасно и бесконтактно познакомиться со спортом. Здесь вместо захвата достаточно сорвать ленту с пояса соперника, которая крепится туда же на липучке. Правила Тегрыгби очень просты. Дети легко учатся играть и нужно совсем несложное оборудование. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Таким был понедельник. Карачаева, Черкесия. Ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин